Фестиваль «Все флаги в гости к нам» вновь объединил на сцене актового зала учащихся Одинцовского лицея номер 2. Весело и ярко, в песнях, танцах и стихах дети рассказали зрителям о многонациональном народе России. В ежегодном мероприятии приняли участие представители с 1 по 9 класса. Народности мы выбрали 16, но это за три дня. Младшие классы у нас готовили песни и стихи, а старшие классы к той же народности готовили, например, танец. То есть у нас сейчас на сцене будут младшие классы и старшие классы в едином блоке показывать один какой-то народ. Дети под руководством опытных наставников подготовили не просто запоминающиеся номера. Каждый выход – это представление фольклора, традиций, музыкального и танцевального искусства, народных инструментов разных национальных культур народов, проживающих на территории нашей страны. Очень много родителей привлечено к этому мероприятию. Очень много учителей, которые сами готовят костюмы, которые сами придумывают какие-то элементы. Ученики 6-го В-класса вышли на сцену в облике евреев. Выбор образа сделали самостоятельно, как, впрочем, и постановку номера. Вначале мы хотели стать ухчами, но людей очень много было на эту национальность. И выбрали евреев. Я играл хана, который был в окружении жен. Сначала было страшно, волнительно очень сильно перед столькими людьми танцевать. Но потом в свой раз все нормально было. В ходе работы над танцевальным номером ребята узнавали интересные факты о жизни евреев, их традициях, обычаях и вкусовых пристрастиях. В столице этой страны Брэдиджан, что национальная еда, форшмак – это рыба. Внеклассная работа – одно из наиболее эффективных направлений работы со школьниками. Именно в ней раскрывается потенциал каждого ребенка. Готовиться к разным мероприятиям, все вместе, одним целым. Это очень интересно. Школа создана для того, чтобы учиться и уметь себя показывать как человек, быть самим собой, искать друзей, чтобы в будущем понимать, как общаться с каким-то одним человеком, с другим. У кого такой характер, у кого другой. Ну, это большой опыт. Елена Краева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».